В этот непростой период важно, прежде всего, сохранить уже достигнутый прогресс и не допустить массового банкротства малых бизнес-инициатив. Основная задача антикризисных мероприятий правительства – это сохранение занятости, поддержка предпринимательства, говорил сегодня на брифинге в региональной службе коммуникации Нурхант Леумуратов. Последние недели открылись некоторые предприятия, ведь каждый день простой увеличивает убытки. Но есть еще и те, кто все никак не может вернуться в привычное русло. В области все еще действуют ограничительные меры. Ряд отраслей на сегодня все еще в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в Тюбинской области проставят. Это в основном детские развлекательные центры в торговых домах, это караоке, бильярдные, компьютерные клубы, а также крупные рестораны, которые ориентированы на проведение массовых мероприятий. Помощь нужна многим, и если верить цифрам, она оказывается. С начала года на местном уровне было поддержано более 400 проектов. От срочкой ранее взятого банковского кредита по области воспользовались 1200 субъектов предпринимательства. Выдача кредита в эти дни тоже доступна. Банки заинтересованы работать по госпрограмме поддержки бизнеса. Ну и конечная ставка для получателей кредита льготная. Субсидирование ведется за счет государства, к примеру, по программе «Дому». Так, в рамках ДКБ сейчас конечная ставка процента для субъектов предпринимательства 6%. Также были внесены изменения, чтобы именно микробизнес поддержать. До 20 миллионов тенге банки второго уровня сейчас выдают кредиты, они сами также выдают субсидии от фонда «Дому» и гарантируют до 85%. То есть это довольно-таки привлекательно для бизнеса. Дополнительно немалые средства из госбюджета будет оказано по программе «Инбек». Задачей данной программы – обучение основам предпринимательства. Деньги выделяют из двух бюджетов – областного и республиканского. Всего 4,5 миллиарда тенге. По словам Тлеумуратова, этот финансовый ресурс должен сработать именно на этом конкретном направлении. Кроме того, есть договоренность и по выгодным займам. Запущенная программа была льготного кредитования, пополнение оборотного капитала через Национальный банк. 600 миллиардов тенге было выделено. По инициативе главы государства эта программа продлена еще на один год. До 2021 года еще дополнительно 200 миллиардов тенге выделено. Итого получается 800 миллиардов тенге. Если говорить по этой программе, в нашей области 97 предпринимателей воспользовались этой программой на 24 миллиарда тенге. Если эта программа была под 8%, то по инициативе главы государства сейчас все эти кредиты будут субсидироваться. То есть конечная ставка для заемщика будет 6%. 2% будет субсидировать государство. Резация Киева, программа «Факт».